Подвалы топят, дома рушатся, дороги оставляют желать лучшего. Коммунальные службы выполнять свои обязанности не торопятся. На жалобы жильцов не реагируют. Смотрим, на что коммунальщики закрыли глаза в этот раз. Уж слишком тесное соседство. Жительницы Новоалтайска жалуются на незаконный захват территории. В итоге мы подходим, у меня здесь туалет-ванна, вы посмотрите, это вот так, вот возьми, сделай, простите меня. И в итоге, что, можно и залезть ко мне, и в дом, и везде. Пожалуйста, на крышу залезьте. Подвал топит, в квартирах растут грибы. Жители Барнаульской трехэтажки жалуются на отвратительное содержание своего дома. Это вот пол, который пять лет назад делали ремонт, полностью меняли все покрытие, до самого этого разбирали. Соседи, это, конечно, прекрасно. Можно вместе проводить время, общаться, жарить шашлыки. Вот только когда соседство становится уж слишком тесное, становится не до развлечений. Это, как никто понимает, жительница Новоалтайска. А строительство нового коттеджа непосредственной близости от ее дома привело к разрушению ее собственного жилья. Дом, смотрите, на каком уровне. Если подойти сюда поближе, смотрите, они здесь уже заасфальтировали. У них здесь как бы опора, чтобы у них дальше земля не шла. В итоге мы подходим, у меня здесь туалет-ванна, вы посмотрите, это вот так, вот возьми, сделай, простите меня. И в итоге, что, можно и залезть ко мне, и в дом, и везде. Пожалуйста, на крышу залезьте. Жительница Новоалтайска Наталья вручную откапывала свой дом, чтобы оставить хоть какое-то пространство между своим домом и новостроем. Коттедж в непосредственной близости построили, по словам женщины, всего за две недели. Такое экстренное строительство привело к частичному разрушению ее собственного дома. Началось с того, рассказывает Наталья, что в подполе обвалилась земля. Она все рухнула. У меня начало разрушение, вот так, отсюда, оттуда, ну как получается. И у меня вот по всему дому, где-то по печке, вот так, все обрушилось. У меня там просто пустота. Дом Наталья приобрела в ипотеку. В планах было сделать ремонт, обустроить жилье. Но нежелательное соседство планы скорректировало. Меньше трех метров, тут окна. Я хочу здесь в дальнейшем сделать детскую, потому что у меня четверо детей. Получается, что как, света нету, семень. А если еще снег с моей крыши, с ихней крыши. Когда дома не было, у нас и то по половине снега мы откапывали. Ну, падал снег. А сейчас вообще, говорю, с двух крыш, я говорю, у меня здесь не то, что прохода не будет. Ну, вообще, у меня здесь все сгниет, потому что у меня все деревянно. Новый коттедж принадлежит риэлторам, утверждает Наталья. И дом, к слову, не успев достроить, уже выставили на продажу. Насколько правомерно такое строительство, эксперты советуют выяснять у администрации Новоалтайска. В первую очередь, необходимо обратиться в администрацию района, уточнить, получалось ли разрешение на строительство. Если да, то какие параметры этого строительства. Если оно не получалось, то провести администрацию проверку, в ходе которой установить, на каком расстоянии все-таки от смежной границы находится данное строение. Если это расстояние составляет менее трех метров, то собственник в этом случае, если он считает, что его права нарушаются, обращается с иском в суд о сносе строения. Далее судебная экспертиза. Она установит, есть ли нарушения в строительных нормах. Но этот процесс не такой быстрый. На судебные тяжбы уйдет не один месяц. Есть более оперативный вариант, поясняют юристы, платная независимая экспертиза. Но вряд ли у многодетной матери, которая живет более чем скромно, найдутся на это средство. А между тем, новый коттедж уже активно смотрят покупатели. Мы, в свою очередь, отправляем запрос в администрацию Новоалтайска, чтобы выяснить, законно ли строительство. Трехэтажка на Карла Маркса. Крепечи уваливаются, стены разрушены, а подъезд полуразрушен. В общем-то, типичный аварийный или предаварийный дом. Вот только этот особенный, точнее, управляющий компанией, особенный подход к его обслуживанию. Специалисты УК просят жильцов за собственный счет восстанавливать вываливающиеся кирпичи. Вот эту стену я должна ремонтировать за свой счет. Сказали, ЖЭО, управляющая компания. А на каком основании? Это же подъезд. Это моя стена. Это моя квартира. Значит, ремонтировать должна ее я. А как бы то, что это подъездная стена. И в прошлый раз, когда приходили, составляли акт, я просила, мне сказали, что это ваши стены. Ваша квартира, ваши стены, ваш ремонт. Ремонт в подъезде за счет жильцов. Ремонт в квартире тоже. Елена Шелепова взяла ипотеку в доме на Карла Маркса 8 лет назад. Однако не знала, что покупает кота в мешке. Квартира со временем пришла в удручающее состояние. Совсем не по вине собственницы. Дело в том, что управляющая компания «Смарт» не содержит трехэтажку в должном виде. Подвал захлебывается канализационными стоками, из-за чего портится и жилое имущество, возмущается Елена. Просто ремонт сейчас делать нецелесообразно, из-за того, что скажет Сбербанк. Потому что квартира в ипотеке, как они назначат комиссию. Это вот пол, который пять лет назад делали ремонт, полностью меняли все покрытие, до самого этого разбирали. Плесень, сырость и грибы. Так практически во всех квартирах первого этажа. Вот она, вся вот эта сырость, это вот оно все у меня. То есть вот этот вот шов вот этот, это все у меня, стена вот эта вот мокрая, которая выпадывает, это тоже все мое. Почему управляющая компания не выполняет свои прямые обязательства, мы попробовали выяснить у специалистов УК, которые по счастливой случайности оказались рядом. Ваши сотрудники не выезжали на место и не смотрели, как выглядит дом, который вы обслуживаете? Сотрудники сейчас на месте, там, в подвале. Впервые за несколько лет приехали? Не знаю, несколько лет. А за сколько? Я еще раз вам говорю, я не буду не давать какие-то комментарии. Мало того, что ЖЭУ не справляется с канализационными прелестями в подвале, так еще и сам дом дышит наладан. Аварийным его не признают, а ремонтировать, мол, не на что. По крайней мере, так отвечают жильцам. Кстати, на руках у жителей есть экспертиза, которая доказывает, что жилой дом крайне изношен. Техническое состояние наружных стен аварийное. Физический износ наружных стен составляет 61%. Что у нас тут? Сопротивление теплоотдачи наружных стен и фасадов не соответствует требованиям. Вся надежда у людей на администрацию Октябрьского района. Она подключилась к проблеме жителей. Все инстанции пройдены. Не знаем, как сейчас будет помогать нам. И администрация города вышли туда, и депутаты. Да, плачевное состояние дома. В общем, хуже некуда. А на первом этаже мы вообще проживающие, у нас же канализация тонет. Мы утонули, мы задохнулись. Понимаете, вот в таких вот условиях мы живем здесь. Антисанитария полная. Юристы поясняют, что жильцам совместно с управляющей компанией необходимо проработать вопрос о капитальном ремонте дома. А вот что касается подвала, то эксперты говорят, что он ни в коем случае не должен быть подтоплен. Если управляющая компания меры такие не предпринимает, то необходимо обратиться для фиксации состояния, и в том числе и внутриквартирного, стен, оборудования, мебели и так далее, в Роспотребнадзор, в управляющую компанию. Но она, скорее всего, что откажется, поэтому Роспотребнадзор здесь у нас помощник номер один, наверное, да. И затем уже с теми актами, которые будут составлены и зафиксированы, отклонения по влажностному режиму, значит, наличие плесени, грибов и так далее вот в живых помещениях, которые образовались в результате надлежащего содержания подвала, его там систематического подтопления. И затем уже обращаться, соответственно, с претензией в управляющую компанию о необходимости устранить такого рода недостатки и, соответственно, восстановить испорченное имущество внутри квартиры. Если УК откажется выполнять работы по откачиванию канализации с подвала и возмещать ущерб, то жильцам необходимо добиваться правды в суде и в жилищной инспекции края. А УК, в свою очередь, грозит крупный штраф размером в несколько десятков тысяч рублей. На этом все. Напоминаю, если у вас есть коммунальная проблема, которую нужно решить, звоните в редакцию телеканала «Толк», пишите нам в социальных сетях или оставляйте заявку на сайте. С вами была программа «Коммунальный патруль». До встречи!